Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере», где мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. И я, ее ведущий, Иерей Сергий Рыбаков. В прошлую передачу мы с вами начали разговор об очень серьезном таинстве, об очень серьезной встрече человека и Бога в церкви, в таинстве исповеди. И вот сегодня мы хотели бы продолжить наш разговор с нашим экспертом, священником Максимом Соколовым. Здравствуйте, батюшка! И прежде чем мы приступим к беседе, я бы хотел вас отрекомендовать, кроме всего прочего, как человека, который по первому образованию, клинический психолог. И так, оканчивали вы наш медуниверситет и долгое время работали по специальности. И вот именно в этом ключе сегодня хотелось бы повести разговор. Таинство покаяния. Внутреннее, глубинное исследование самопознания человека, человеком самого себя. Потому что все-таки, если мы с вами именно занимаемся глубокой работой в таинстве покаяния, то это не просто называние грехов вслух. А человек приходит для чего-то очень более важного. Я обычно в этой связи с людьми, когда разговариваю, потребляю аналогию с Микеланджело, которого спрашивали, в чем секрет вашего мастерства. И он говорил, да ничего сложного, я просто беру кусок камня и начинаю отсекать все лишнее. В результате получается тот самый образ, икона Божия, в общем-то, которую и мы с вами в таинстве покаяния ваяем. Есть ли точки соприкосновения в таинстве покаяния и в психотерапии? Дело в том, что очень многие люди, и вы как священник наверняка это подтвердите, приходят, ну не ища Бога в этом таинстве, а приходят поговорить. Вот есть ли точки соприкосновения, если есть, то в чем они? И если есть, может быть, какая-то опасность превратить таинство покаяния просто в духовную психотерапию, это, пожалуйста, обозначите для наших телезрителей. Здесь, пожалуй, стоит вспомнить, что согласно христианской антропологии, христианской психологии, человек есть существо непростое. Некоторые святые отцы, некоторые, так скажем, антропологические христианские школы называют человека двухсоставным, выделяя душу, душевно-духовную часть и тело. Порой говорят, что это трехсоставное существо, трехсоставный человек, душа, тело, душа и дух. И, ну здесь, собственно говоря, противоречия между этими школами никакого нет. Вот вся разница о том, вот в душевной, нетелесной части выделять одну общую часть или все-таки подразделять на духовную часть и душевную. Чтобы немножко ввести в область понятий, расскажем, что такое дух, душа и тело. Дух — это та часть человека, которая непосредственно по учению святых отцов непосредственно отвечает за его высшее предназначение, за связь с Богом, за понимание себя в этом мире, за свободу выбора, нравственного выбора в этом мире. То есть это, собственно говоря, самое человек как существо высшее, как существо, которое определяет себя по отношению ко всему окружающему и осознает себя таковым. Душа — это область чувств, эмоций, привязанностей, любви или отсутствия этой любви, но именно не по отношению к миру в целом, как к Божьему дару, как к месту пребывания, а по отношению прежде всего к тем ближним, дальним, кого посылает нам на встречу Господь. Ну и тело, понятно, это ризы плотяные, это физическая часть человека, не просто оболочка, не просто темница души, как древние античные авторы некоторые называли, или некоторые восточные учения называют, а полноправная часть человека, благословленная в том числе Господом, потому что и Господь, когда вочеловечился Господь наш Иисус Христос, Он принял тело человеческое, тем самым благословил, еще раз осветил и подтвердил, что и тело должно наследовать вечность. Так вот, но это прежде всего то, что относится к нашей физической, материальной жизни. Так вот, если мы будем говорить с точки зрения вот этого деления, понятно, что деление, конечно, оно, как всякое деление, оно несколько условное, потому что в каждом человеке, где, заметить, где душевное переходит в телесное, вот психосоматическая медицина, целая большая область медицины, занимается как раз исследованием того, как душа влияет на тело, где душевное переходит в духовное, тем более помня многие-многие заповеди Господни, где Господь прямо говорит, как я отношусь к ближнему своему, так я отношусь к Господу Богу. То есть границы, конечно, есть, но они такие вот очень условные. Да, в момент жизни не всегда можно их уловить. Так вот, если мы будем говорить с точки зрения этого деления, то все-таки психотерапия — это наука, которая главным образом занимается врачеванием душевной части, то есть сферы эмоций, сферы самосознания в социальном контексте, отношении к себе, но тоже в области социальной, и отчасти к сфере тела, в том смысле, в котором душа и тело сопрягаются, то есть связаны. Исповедь покаяния по учению святых отцов, оно прежде всего прикладывается, конечно, к духу и к душе. Несомненно, покаяние, если оно принесено и начинает действовать в человеке, приносит плоды покаяния, то это меняет и дух, и душу, и тело, несомненно. Но все-таки точка приложения несколько другая. И здесь мы видим, что сфера пересечения в приложении к человеку очень большая, конечно. Это душа, это все то, что относится к отношениям между людьми. И все-таки покаяние — это, во-первых, немножко более широкое понятие, более широкое понятие, чем психотерапия. Во-вторых, что стоит заметить, разные средства, которые средства и источники изменения, к которым обращаются в психотерапии и в покаянии. Если в психотерапии источником изменения служат прежде всего сам человек и психотерапевт, потому что когда нас учили психологии, консультированию психотерапевтическим методикам, то нам всегда говорили, главный инструмент психотерапевта — это вы сами, ваша личность. Главный инструмент психолога — это вы сами, ваша личность. Таким образом, психология, психотерапия, психокоррекция, она начинается с человека, заканчивается человеком и ограничена вот этими рамками. В покаянии мы включаем гораздо более важный, с моей точки зрения, фактор — это связь с Богом. И всегда в покаянии прежде всего мы просим помощи у Бога. Это не значит, что не нужна наша воля. Наша воля очень важна в покаянии, и об этом пишут святые отцы, о том, что обязательно мы должны сами двигаться к Богу, что Господь делает девять шагов нам навстречу, но десятый шаг обязательно должен сделать человек, тем самым Господь сохраняет его свободу. Но все-таки главную работу в таинстве покаяния совершает не священник, не кающийся, а главную работу по изменению совершает сам Господь Бог. И здесь я могу это не только на теоретическом уровне сказать, а и на практическом. Когда я раньше работал на приеме в психиатрии, потом в области психофизиологии, психологии, подвязался до священства. Так вот, если бы кто-то рассказал мне, что я смогу в течение двух часов выслушать 20, 30, 50 человек и после этого не упасть, я бы сказал, что ну это какая-то ерунда. Такого быть не может, потому что все психологи, все психотерапевты знают, что ну вот за день 3-4 максимум человека, которых они могут принять и провести, так сказать, сеанс психотерапии, психокоррекции, психологического консультирования. Ну может быть самые такие, так скажем, опытные, самые эффективные до десяти, но все равно в любом случае это никогда не исчисляется десятками и отнимает огромное количество сил. Исповедь, при всем при том, что на исповеди приносится людям перед Богом, перед священником, проблема гораздо более глубокие, иногда ну просто смертельные проблемы. В самых тяжелых случаях, все-таки она, полагаясь на Бога, на силу Божию, на благодать, она никогда не отнимает столько сил, если человек молится. Если священник молится, пребывает с Богом, понимает, что это не я совершаю, а сам Господь Бог. И если исповедующийся молится и просит у Бога помощи. И тогда действительно мы видим, как за несколько минут исповеди в человеке происходят такие глубокие изменения, которые, может быть, ну там, то же самое, с точки зрения психоанализа, годами происходили, не умаляя нисколько значения психологии, психотерапии, там, психоанализа или какого-то другого направления психотерапии. Действительно там, ну, люди тоже трудятся, многие и многие стараются делать свою работу честно. Она действительно большая работа. И все-таки вот мой опыт такой, что в исповеди действительно действует Господь. Ну, все-таки, несмотря на все это, мы, как священники, все-таки встречаемся с человеком. Человек, как вы уже упомянули, существо сложное. Вот. И у него очень часто духовное переплетается с душевным. Иногда он эти два состояния путает. Вот. Когда он перестает быть человеком духовным, становится человеком душевным. Ну, вот, очень часто бывает такая вещь, которая, ну, практически повсеместно у каждого второго в Таинстве исповеди покаяния совершается. Это так называемое преодоление мук совести. Ну, то есть, вот, женщина сделала аборт, условно говоря, 40 лет назад. И вот эти все 40 лет принесла покаяние, условно говоря, 20 лет назад. И вот эти 20 лет, она все равно каждую исповедь приходит и методично называет, что она сделала аборт. Если мы возьмем большинство таких случаев, мы будем говорить о том, что просто человеку, как правило, нечего сказать. То есть, он не проводит этой самой глубокой работы. Он просто вот приходит и называет вот все, что там... Очевидные грехи. Очевидные грехи, да. Но есть люди, которые приносят из раза в раз этот грех, именно потому, что не могут себя простить, не могут преодолеть вот этих самых мук совести. И тогда встает вопрос все-таки для священника. Ведь рядом с нами стоит человек, который вот буквально готов упасть в уныние, впасть в уныние, в отчаяние. Как человеку помочь отличить таинство покаяния, собственно говоря, и вот успокоить эти муки совести? Ну вот, я думаю, что как раз здесь... Я не знаю точного ответа на этот вопрос. И каждый раз все решается по-разному. На самом деле, иногда ты видишь, что... Ты видишь, это как бы может быть громко сказано, но как мне кажется, Господь открывает, что этому человеку действительно есть такая потребность и необходимо называть тот грех, который его беспокоит. Ему необходимо... Это может быть как раз не для самоуспокоения. Здесь вот немножечко разное понимание. Но на самом деле и психология, психотерапия, она не призывает же к самоуспокоению. Но настоящая, скажем так, реальная психология, честная психология не призывает к самоуспокоению. Но все-таки в народе часто мы привыкли, что и психология, и церковь часто воспринимается как нечто, что должно успокоить, дать некую таблетку такую. Да, все будет хорошо. Да и вообще современный мир, немножечко отклонюсь от нашей темы, к сожалению, сейчас в современном мире почему-то считается, что нормальный человек, человек состоявшийся, это как раз тот человек, который английскими словами don't worry, be happy, ни о чем не волнуется, и все у него прекрасно. И история, и философия, и психология, ну и, конечно, богословие говорит нам о том, что это не так. В этом мире, в котором через грех падения он отпал от Бога, и в этом мире много зла, человек и человеческая душа не может быть успокоенной. Она не может быть успокоенной, а если это успокоение, то это внешнее успокоение, это как при тяжелой болезни, от которой надо лечиться, когда человек просто пьет обезболивающее или водку, или еще что-то, да, и старается не думать. Это не значит, что болезнь перестает, она его продолжает разрушать. И через какое-то время, так сказать, и организм, да, и весь мир предъявит к нему этот счет, когда уже, может быть, ему будет невозможно справиться. Так вот, не психология и не исповедь, вот в этом тоже похоже, настоящая исповедь, настоящая психология, не призывают к самоуспокоению. И поэтому порой вот в том случае, которым вы описали, батюшка, может быть, действительно кому-то нужно тот действительно страшный грех, но такой, как грех аборта, убийства ребенка в своей утробе, вспоминать, помнить его, помнить, как в Ветхом Завете жертвоприношение всегда напоминало человеку, что каждый раз, когда ты согрешил, прольется чья-то кровь. По сути, вот это напоминание такое о том, что грех без того, чтобы кто-то погиб, не бывает. И здесь, может быть, это тогда допустимо. Но при этом, конечно, всегда мы перед исповедью напоминаем людям о том, что если вы пришли к Богу и просите у Него прощения, то надо быть твердо уверенным, что при искреннем покаянии, приходящего ко мне не изгоню вон, говорит Господь. И при искреннем покаянии надо твердо верить, что Господь простит. Что такое искреннее покаяние? Это, как сегодня в прошлой встрече мы с вами уже говорили, по словам Василия Великого, это не только сказать о своем грехе, но и возненавидеть его. А возненавидеть, и дальше, как говорит нам святой Иоанн Златоуст, что для стяжания вот этой радости, для достижения Царства Божьего, не только возненавидеть грех нужно, но и приумножить в себе добродетели. По учению Святой Церкви мы знаем, что всякий грех — это, прежде всего, искажение добродетели. Грех, ну, например, грех блуда, он искажает то великое таинство, к которому призван человек, таинство брака, соединяясь с таинством брака, быть причастниками, быть некими соучастниками в рождении новой жизни, в служении друг другу, в том, чтобы разделять свое бытие с кем-то еще. Грех сребролюбия — это искажение данного Богом человеку чувства и заповеди, быть хозяином на земле, быть рачительным хозяином, царем вселенной. То есть, когда хозяин начинает не только заботиться о том, чтобы все сохранялось вокруг, а сохранялось только для меня, вот тогда добродетель переходит в грех. Но и многие другие грехи — это, прежде всего, искажение добродетеля. В этом смысле уместно вспомнить писателя английского, который сейчас, благодаря фильмам, стал многим известен, Джона Рональда Руила Толкиена, который в своих книгах на образном языком как раз тоже показывает, что тьма, зло не может творить ничего нового, оно может только искажать. И вот это вполне себе православное утверждение, что зло не творит ничего нового. И всякий грех — это, прежде всего, искажение добродетелей. Так вот, если мы искренне попросим тот грех, который у нас был, не просто простить, а дать нам возрасти в той добродетели, вместо которой появился этот грех, тогда это будет искреннее покаяние. И это будет уже не просто избавление от тьмы, которую можно назвать адом, которую можно назвать вечной погибелью, а это будет и стяжание света, любви, радости, которые и называют Церковь Царствием Небесным. Отец Максим, времени нашего эфира не так много осталось. Вот логичный вполне вопрос тогда будет в связи со всем вышесказанным. А чем же тогда все-таки таинство покаяния заканчивается? Ну вот, пришел человек. Произошла в первую очередь, понятное дело, встреча его и священника. Все-таки личность священника, несмотря на то, что он всего лишь свидетель, несмотря на то, что он сокающийся, потому что священник так же кается в тех же самых грехах, вместе с кающимся, его персона очень важна. То есть встреча сначала происходит с ним. Сначала человек устыждается перед ним в своих грехах, а потом уже, может быть, если священник будет себя на таинстве покаяния вести правильно, человек выйдет на уровень покаяния перед Богом. Произошла встреча, произошла исповедь, как называние грехов вслух, исповедование, как нарекание. Каждый грех человек поставил на месте. Все произошло, он целует крест, он целует Евангелие. Чем таинство покаяния? Этим ли заканчивается таинство покаяния? Или чем-то иным? Ну, вообще, когда мы говорим о всяком добром деле, как сейчас вот недавно наступили праздники, великие, прекрасные праздники и Рождества Христова, и Крещения Господня, и многие говорят с прошедшими. Ну, в этом смысле всегда хочется... Ну, моя душа протестует, я говорю, хорошее не проходит, а наступает. С наступившими праздниками. Так вот, по моему... По моему разумению, исповедь и покаяние также должны не проходить, а наступать. И в идеале, если мы читаем руководство, аскетические руководства, и святого Иоанна Лествичника, и святого Иоанна Златоуста, и более поздних отцов, святителей Игнатия Брянчанинова, мы видим, что они призывают к тому, чтобы эта перемена не просто произошла в момент исповеди, а потом человек эту перемену нес в мир, чтобы обязательно все то, что он осознал, греховное, недостойное, с помощью Божьей постарался исправить. Самый простой пример. Всегда мы говорим на исповеди, если вы кого-то обидели, и сейчас здесь, в сердце, перед Богом простили, а это обязательно нужно простить. После исповеди дойдите и попросите прощения у этого человека. Вы его простили, но, может быть, и он имеет на вас какую-то обиду. Попросите прощения, примиритесь с ним, скажите, что вы его простили. Если вы сейчас каетесь в грехе, например, воровства, постарайтесь то, что вы взяли, неправедно отдать этому человеку, или если не знаете, кому отдать, отдать любому нуждающемуся. И этим самым продолжится таинство покаяния и таинство радости, обретения благодати. Если вы вообще само покаяние, это понимание того, что я далеко отошел от Бога, то в этом случае часто назначается эпитемья, как некое лекарство, такое церковное лекарство духовное. Например, когда человеку дается поручение, рекомендация читать какие-то молитвы, опять-таки не потому что, не для того, чтобы его наказать, а для того, чтобы вот ты понимаешь, что ты далеко отошел от Бога, постарайся чаще себе напоминать, что ты должен быть рядом с Богом, а молитва это и есть не только обращение к Богу, но и напоминание себе, что вот я предстаю перед Богом, я всегда рядом с Богом. Ну и так далее. То есть покаяние должно не проходить, а наступать. Спасибо, дорогой отец Максим. Ну вот, возлюбленные во Христе, мы услышали самый главный посыл сегодняшней встречи, что покаяние это длительный процесс. Процесс по самосозиданию, по самоваянию, когда человек себя еще лепит для того, чтобы стать тем самым образом и подобием Божьим, о котором так часто мы слышим в церкви. Грядет Великий пост, время, как правильно его называют святые отцы, духовной весны, когда человек прежде всего призван пробудиться от некого литургического сна, должен преобразиться, вытянуться в полный рост, стряхнуть с себя пыль греховную. Духовной вам весны. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова